Я приветствую вас. Вы смотрите теледискуссию студии Ре. Я журналист Немногелашвили. Неправительственные организации с учетом своего опыта представили рекомендации для усовершенствования процедуры выборов. Они касаются использования административного ресурса, агитации, правил укомплектования администрации, а также других вопросов. О которых будет идти речь в сегодняшней передаче. Нашими гостями являются представители тех организаций, которые занимаются рекомендациями. Киги Чехладзе, главный юрист организации «Международная прозрачность Грузия», Лела Талиури из ассоциации молодых юристов, Елена Нижерадзе, заместитель директора международной организации «Справедливые выборы и демократия». Нашим гостем также является Ладо Божадзе, директор Центра развития гражданского общества и демократии. Мы не раз посвящали дискуссии теме выборов, и вы были нашими гостями. Говорили о многих нарушениях в процессе выборов. Возможно, пока еще далеко до выборов, но хорошо было бы поговорить на эту тему, чтобы перед выборами не было бы такой ситуации, когда уже невозможно что-либо изменить. Для того, чтобы нашим зрителям было бы более понятно, мы напомним, с какими мы сталкивались проблемами во время предыдущих выборов. Госпожа Лела, если можно, начнем с вас. Почему возникла необходимость подумать об улучшении избирательной среды? Какие были нарушения на предыдущих выборах? Я приветствую вас, приветствую ваших зрителей. Благодарю за приглашение, за организацию этой передачи. Наша организация в течение многих лет наблюдает за выборами, за жеребелкой в день выборов. И в последующий период, и в соответствии с нашими данными, из года в год, от выборов до выборов, появляются определенные выборы, соображения по вопросам, которые представляются нам проблемными. С одной стороны, исходя из законодательства, а с другой стороны, исходя из практики. Это касается парламентских выборов. Да, всех выборов. Основной регулирующий закон является общим. Просто потом, в соответствии со спецификой, происходит распределение мандатов. Или, допустим, выборы в органы местного самоуправления, укомплектование сакребулу. Также выборы мера. Однако главными, главными регулирующими нормами являются единые. Это предвыборные регуляции, финансирование партии. Это связано и с использованием административного ресурса. У нас также есть свое видение в связи с этими вопросами. Мы выявляем проблемы, и о них часто говорим во время публичных выступлений и отчетах, когда мы оцениваем выборы. Хотя наиболее значительными нам кажутся рекомендации и донесения этих рекомендаций до властей. Для того, чтобы проблемные вопросы, с которыми мы сталкиваемся, они были бы изъяты и урегулированы. Это не просто то, что, допустим, наши организации видят эти проблемы. Часто проблемные вопросы, о которых мы говорим, они отражаются в итоговых документах ОБСЕ или в отчетах других международных организаций, когда они приезжают в Грузию и наблюдают за выборами. Большое спасибо. Три неправительственные организации представили эти рекомендации, хотя об улучшении избирательной среды говорят и представители политических партий. Перед тем, как продолжим обсуждение этих вопросов, я хочу предложить нашим зрителям сюжет, подготовленный нашим журналистом Ией Асатьяни. Она заинтересовалась о том, о чем думают политические партии об избирательной среде и как они думают о улучшении этой среды. До улучшения избирательной среды для внесения изменений в кодекс неправительственные организации работают вместе с 19 партиями. Новые правы, его представитель Мамука Кацетадзе, вполне разделяет рекомендации, представленные неправительственными организациями в парламент, хотя добавляют и свои. Когда правящая политическая сила берет x% голосов, и этот x более низкий в сравнении с процентом мандатов, который представляется этой партией, как в парламенте, так и в Сакребулу, это уже является свидетельством того, что избирательное законодательство не годится. Теперь скажем попроще. Система не годится. Администрация тенденциозная. Финансы вместе со своей медией находятся в руке одной политической силы. Таким образом, как можно поменять власть в процессе выборов. Рекомендации, которые мы разработали, представляют собой консенсусную модель между политическими партиями и неправительственным сектором. Конечно, есть определенные различия, но мы согласованы в том, что если избирательная система должна быть пропорциональной, комплектование избирательной комиссии должно происходить так, чтобы политические процессы и у администрации были бы возможности, чтобы управлять этим процессом. Представители политической партии Тамар Курзая считают, что на данном этапе избирательная администрация должна комплектоваться смешанным путем, что предполагает участие как профессионалов, так и политических партий. Она считает, что подбор кадров по профессиональным признакам происходит из среды, поддерживающих правящую партию. Что касается неправительственных организаций и их предложений, в значительной мере они бывают адекватным проблемам. Они стараются предложить такие рекомендации, которые более-менее улучшат избирательную среду. Но у республиканской партии есть своя четкая позиция относительно финансирования блоков. Мы считаем лучшим вариантом финансирования первой и второй партий. Что касается использования административных ресурсов, это такая боль, с которой мы никак не можем справиться. Ни одна власть не делает так, чтобы у нее было бы достаточное чувство достоинства, чтобы отказаться от административного ресурса. Пока что мы этого не смогли добиться. Избирательная среда в нашей стране крайне несправедливая, поскольку в этой среде власть может взять 48% и в парламенте иметь 80% депутатов, то есть конституционное большинство. Это неправовая система, которая создала прежняя власть, и нынешняя власть прекрасно этим пользуется. Поэтому весь оппозиционный спектр, мы многие годы работаем над тем, чтобы изменить эту несправедливую избирательную систему и перейти на пропорциональную систему. Есть несколько тем и относительно избирательной схемы, в том числе относительно регуляции финансов, которые мы добавим к этому пакету. Главное требование, которое у нас было всегда, чтобы список создавался биометрическим показателем и в электронной форме происходило бы участие в жеребенке, этот вопрос по-прежнему остается нерешенным. Мы не знаем, что мы не знаем, но мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Оппозиционные партии работают над пакетом изменений. Представление документа произойдет в ближайшее время. Большое спасибо, госпожа Лила. Использование административных ресурсов, об этом часто говорилось в сюжете, и мы видели, что очень активно использовался этот ресурс. Например, члены самоуправления участвовали при представлении программ-кандидатов, и за кадром они говорили, что были вынуждены туда ходить. О каком ресурсе идет речь? И как вы представляете решение этой проблемы? Я приветствую. Большое спасибо за приглашение и за то, что вы посвящаете передачу этой теме, поскольку она очень значительна. Мы, как уже говорилось, у нас бывают ежегодные рекомендации, они исходят из проблем, которые были зафиксированы на предыдущих выборах. Правильно было замечено, что использование административных ресурсов является одной из серьезных проблем Грузии. В частности, это больше касается людей, занятых в органах местного самоуправления, их участия в различных мероприятиях, мероприятиях партий. Почти на всех выборах фиксируются случаи, когда представители разных учреждений бывают включены в работу политических партий. В основном это бывает правящая партия. Они участвуют в избирательной кампании. Это касается сотрудников школ и ослей детских садов. Они ведут себя в пользу конкретной политической партии. Исходя из нашего опыта, является масштабной проблемой на каждых выборах. Что касается наших рекомендаций, в соответствии с действующим законодательством, запрещено участие публичных лиц в агитации в течение рабочего дня, что не распространяется на школы, детские сады и ясли и занятых там людей. Исходя из этого, после того, как мы много времени посвятили решению этой проблемы, пришли к тому выводу, что подобные запреты должны были распространиться и на подобного типа организации. Соответственно, мы разработали рекомендацию и предлагаем властям, чтобы люди заняты в бюджетной сфере, чтобы на них распространился этот запрет. Я имею в виду школы, детские сады и ясли, чтобы их сотрудникам также было бы запрещено в течение рабочего дня участвовать в компаниях. Мне кажется, что это более-менее обеспечит того, чтобы мы избежали тех проблем, которые у нас бывают на всех выборах, когда эти лица включены в мероприятия, организованные партиями. Кроме того, использование административного ресурса, в этой связи у нас еще одна рекомендация, исходя из нашей практики и действующего законодательства, высшим должностным лицам не запрещается, и они могут неограниченно принимать участие в пользу какой-то партии. Думаем, что люди определенных категорий, например, заместители министров и губернаторы, они должны быть ограничены в своих действиях и должны быть установлены для них определенные лимиты. В течение рабочего дня они не должны принимать участие в пользу какой-то партии. Большое спасибо. Господин Гиги, происходит ли использование финансовых ресурсов? Были ли такие случаи? И говорите ли вы об этом в своих рекомендациях? Мы слышали об использовании машин, горючего. Проблема в том, что сложно бывает идентифицировать эти ресурсы. Тут речь не только о человеческих ресурсах, которые... У нас нет надежды на то, что запрет решит эту проблему, но минимум это будет засчитано как нарушение. Что касается финансов, когда мы говорим об административных ресурсах, это нас переводит к вопросу о пожертвованиях, который может считаться и административным ресурсом в некоторых случаях. Поскольку у партии, которая была на втором месте, она получила больше... 10 раз больше пожертвований. Не происходил пересмотра происхождения этих средств, поскольку должна быть минимальная основа для такого пересмотра. Тут речь идет о персональной финансовой операции. Хотя не исключено, что эти средства могли быть административными. финансово-административными является бюджетное финансирование, которое, по нашему мнению, распределяется несправедливо. Это легализационный финансовый ресурс. У нас есть рекомендации. Мы думаем, что это должно отдельно регулироваться. Должна быть регрессивная форма, такая модель регрессивной формы. Так что финансовый и административный ресурс на всех выборах по-разному трансформируется. И возможность этого предлагает существующее законодательство. Мы должны постараться это максимально сократить. Пространство, в котором это может принять несправедливые формы. Если можно коротко добавить, вы говорили, что использование административного ресурса были более активными во время выборов местные органы самоуправления. А в чем причина этого? Причина в том, что граждане менее информированы или, может быть, контакт между людьми должен быть более интенсивным. В целом, использование административного ресурса бывает не только на выборах в органы местного самоуправления, но и на всех выборах. тут речь идет о том, что люди, занятые в системе самоуправления, бывают включены, но это фиксируется не только во время выборов в местные органы власти, но и на других выборах. Сейчас приближаются президентские выборы и не исключено, что произойдет включение людей, занятых в органах местного самоуправления. Сложно в целом говорить о причинах. Одна из причин является то, что это исходит из нашей культуры, из нашей практики, которая повторяется из года в год. После 2012 года поменялась правящая команда, но проблемы остались те же. Это означает, что партии прибегают к одним и тем же методам во время выборов для достижения преимущества. Эти темы остаются проблемными. Большое спасибо. Господин Ладо, проблема агитации является одной из тем, в этих рекомендациях. Насколько вы согласны с автором исследований, когда интернет практически перевел нас в другую реальность, люди используют социальные сети для агитации, а также для антирекламы. Мы видели на предыдущих выборах происходил антипиар. Считаете ли вы это проблемой и как ее можно решить? И, наверное, добавят кое-что наши рекомендаторы. В первую очередь, надо сказать, что социальные сети станут еще большей проблемой, поскольку у них будет еще больше потребителей. И вы знаете, что молодое поколение практически живет социальными сетями. И сегодня телевидение играет большую роль, но социальная медиа все больше в мере ее замещает, не только в нашей стране, но и в других странах. Социальная медиа будет большой проблемой. Почему? Потому что очень сложно ее регулировать. Ее регулировать. Очень много ложных страниц, трудно определить источник их финансирования. И когда в пользу какого-то кандидата происходит агитация, будь то в его поддержку или против, конечно, в этом деле участвуют финансы, происхождение которых сложно установить, чтобы произвести определенное торпедирование кандидата. Вот компания, которая велась против Олега Алисашвили, посты были профинансированы. Невозможно, чтобы сотни людей односторонне были бы включены в этот процесс. большую проблему представляют финансы, которые на это расходуются. Они не декларированы. Ни одна партия не будет говорить, что она создала какую-то свою фейсбук-страницу и стала очередлять своего противника. Агитация может быть не только полезной. В социальных сетях публичные служащие в рабочее время они как правило хвалили тех или иных кандидатов. И это естественно воздействует на людей, когда должностные лица видят в публичном пространстве, как поддерживают того или иного кандидата и говорят о том, насколько плох другой кандидат. то, что разработали наши коллеги очень значительно. И чем шире станет круг участников, которым хотя бы в рабочее время будет запрещено участвовать в пропаганде, у нас нет пока решения суда относительно социальной меди, как мы должны действовать. Во время фиксирования участия в агитации риск довольно большой. И нашей целью является, чтобы в избирательном кодексе четко было бы расписано, конкретный перечень, в том числе для судей, для избирательной администрации, для нас, гражданского сектора. Это будет ясно, что это агитация. И это действие будет наказуемо. Это сократит число участников агитации и сократит ареал ее действия, который создает много проблем. Наверное, представляет определенную опасность то, чтобы мы не получили цензуру в интернете, чего мы никак не хотим, поскольку мы хотим иметь свободную интернет-медиу. Как вы видите решение этой проблемы? Мы думаем, что проблемой является агитация посредством социальной медии, то, о чем говорил Ладо, поскольку социальная медиа является той платформой, которая выходит на широкие массы и оказывает большое влияние на них. месседжи должностных лиц эффективно работают на их сотрудников. Они представляют собой прямую форму агитации. С 2016 года мы говорим об этой проблеме и написали рекомендацию для избирательной комиссии, чтобы администрация отреагировала, но по их заявлению это не является агитацией, когда мы получили отказ, мы не можем его обжаловать суде, исходя из правовых основ, но пакет, который мы подготовили и представили в парламент, в нем в части агитации учитывается то, что в социальных сетях на фейсбук страницах или в других медиаследствах агитация была реальной. Но что решает регуляция времени? Мы посмотрим этот пост вечером или утром, какая разница? Тут Елена говорила, когда речь идет о должностных лицах, если они являются политическими должностными лицами, лицами. Мы конечно хотим, чтобы это распространялось на лиц финансируемых из бюджета при их выполнении служебных обязанностей. Им запрещается агитация. Это как раз то время, когда они должны осуществлять агитацию, а в субботу и воскресенье мы не можем им запретить этого. В противном случае получится, что мы вмешиваемся в их конституционные права. Так что это действительно проблемный вопрос, и когда мы о нем говорим, очень сложно осуществить контроль посредством тех же социальных страниц, не говорят ли с этих страниц другие, и не получится ли так, что избирательная администрация обяжет других лиц. Контроль этого со стороны аудита не осуществлялся. Например, головной офис Фейсбука не выдал информацию, кто стоял за анонимными страницами, которые служили контрагитацией черному пиару конкретных кандидатов. Министерство внутренних дел не смогло в этом мешаться. Если не начато расследование, то они не могут прибегнуть к конкретным действиям. И у нас какая-то неурегулированная сфера, которая может оказывать большое влияние. Быть может, собрание или манифестация не будет иметь такого влияния, как социальная сеть. Например, месседж должностного лица относительно своих сотрудников. Это проблемный вопрос. Я хотел добавить вопрос агитации в рабочее или нерабочее время не стоял во время этих выборов. Об этом можно спорить, можно поискать случаю модель. Вопрос стоял таким образом, что у публичных служащих, чтобы им была бы запрещена агитация в рабочее время. Спор доходил порой до абсурда. Можно ли было считать агитацию на фейсбуке агитацией? Если ты выйдешь на улицу и скажешь поддержите икс кандидата, это считается агитацией. И за это публичный служащий будет оштрафован. Даже если два человека это услышат. А на фейсбуке у него могут быть 5000 друзей, 100 тысяч сторонников, полтора миллиона потребителей фейсбука в Грузии. И легко можно дойти до миллиона потребителей. И исходя из практики ЦИК, это не является агитацией. Если ты агитируешь двух человек, это преступление, а на фейсбуке, где гораздо больше людей получат соответствующие месседжи, это по нынешнему закону не является агитацией. До суда это дело пока не доходило. готова будет аргументация суда. Поэтому мы записали в рекомендациях, что по нашему убеждению, в соответствии с нынешней формулировкой, понятие агитации довольно широкое. Но было очень странное толкование. Тут важно самодействие, а не результат. Поэтому мы постарались сделать воли однозначным. И Ладо очень логично отметил, что роль социальных сетей будет увеличиваться. И все более абсурдным будет нахождение в позе страуса и утверждение того, что агитировать можно только на улице, а не интернетом. Что касается финансирования антиреклам, это не только наша проблема. Это глобальная проблема происхождения денег политики. Ценюю, что это можно было бы легко решить. Вот в Facebook было приписано, чей был месседж. У службы аудита не было больших инструментов. А сколько когда ведешь антирекламу, в пользу кого ты это делаешь? Если кто-то конкретно не скажет, что я финансировал, невозможно ни на кого указать. Соответственно, невозможно установить происходение суммы. Это очень серьезный вызов относительно политических финансов и необходим нестандартный подход. Большое спасибо. Еще один вопрос касается комплектования администрации. Какие изменения предполагают ваши рекомендации? У нас есть смешанные правила, когда администрация состоит из частично профессионально назначенных лиц и частично из представителей политических партий. Именно это мы имели ввиду. Члены, назначенные политическими партиями, были заменены профессионалами. Чтобы для зрителей было понятно, вы имеете ввиду комиссии? Я имею ввиду избирательную комиссию на всех уровнях, участковых, областных, республиканских. тут значительно назначение политическими партиями своих представителей. По нашему правилу, политические партии назначали своих членов, соответствую с полученными ими финансами. Были семь членов, назначенных политическими партиями. Семь партий назначали своих членов. В минувшем году правящая партия извинила закон, в соответствии с которым сократилось количество членов до шести и вместе с тем поменялись критерии, по которым определялось, какая партия должна назначать членов. Они назначают, исходя из результатов выборов. В результате мы получили картину, что у правящей партии из шести членов три назначенные в избирательной комиссии. Мы отрицательно оценили эти изменения и отметили, что вместо того, чтобы это дало положительные результаты, оказало бы положительное влияние на репутацию избирательной комиссии, наоборот, это вызовет сомнения и подозрения, которые существуют со стороны оппозиционных партий, и избирательная комиссия является предвзятой, вынимает решения в соотечестве с политическими интересами. Это сомнение еще более усилится. Это понятно, поскольку правящая партия представляет большинство в избирательной администрации. Шестеро членов назначенных партиями, три из них представляют правящую партию. Это не даст возможности создать уверенность, что избирательная комиссия является непредвзятой и объективной. господин Ладо хотел добавить. Я очень коротко скажу, что ЦИК должен быть целиком укомплектован по профессиональному признаку. Чтобы не было у него возможности принимать политические решения, они в конечном счете объявляют результаты, они могут менять решения низовых комиссий, в это тело включен гражданский сектор, кандидаты подбирают неправительственные организации и институт президента представляет этих людей. Тут должен быть высокий корм, чтобы в ЦИК попали профессионалы, не имеющие политических и партийных интересов. То же самое должно произойти и на избирательных комиссиях. Что касается проблем паритета, на участках мы должны дать возможность политическим партиям, там проходят выборы, там возникают вопросы. Не все партии, находящиеся в бюллетене, могут назначить членов комиссии, но критерии финансирования для того, чтобы избирательная участковая комиссия на низовом уровне была бы представлена партиями, чтобы доверие к участковому избирательному участку было бы максимально высоким. но тут и проблема квалификации относительно представителей политических партий. Хотя ЦИК делает многое, многое в плане тренингов, но много технических проблем. У нас будет возможность говорить о процедурных вопросах. Это создает проблемы, как создает выдача бюллетеней, маркирование. Все это надо менять. Но все это должно способствовать упрощению процедуры и повышению доверия избирательной комиссии. Политические партии будут учитывать рекомендации неправительственных организаций и парламент который должен превратить это в закон. Большое спасибо. У нас осталось мало времени. Я хочу коснуться еще нескольких вопросов. Ваши рекомендации касаются политических объединений, вопросов финансирования партии. Какие у вас инициативы? У нас есть рекомендации относительно финансирования со стороны правительства. Конкретно это перераспределение государственных финансов. Это записано в законе о политических партиях. речь идет о 300 тысяч ларьев. И мы думаем, что этот H-компонент достать из этой формулы. Также существенные рекомендации упражняются блоки к 2024 году, но до этого будут существовать блоки. У нас рекомендации, чтобы участвующие в выборах партии уравнение блоков, их уравнение с блоками в связи с получением средств из государственных бюджетов. Чтобы суммы уравнивались, в настоящее время распределение этих средств разное. И это одно из обстоятельств того, что происходит в учреждении искусственных партий, только для того, чтобы получить дополнительную прибыль из бюджета. Это вводит в заблуждение избирателя. Поэтому мы хотим, чтобы средства, выделяемые для партии или их медиа-время, было бы равным для всех, чтобы уравнились партии и избирательные блоки. Это существенная рекомендация. Есть еще одно изменение, и я говорил о регрессии. Это подразумевает, что после какой-то ступени партии, которые получат меньше голосов, получат и большее финансирование. чем больше получишь голосов, тем меньше будет твоего финансирования. Это регрессивное бюджетное финансирование, и оно служит тому, чтобы какие-то популярные партии, чем меньше у них будет голосов, им нужны больше финансовые ресурсы. чем меньше возможностей привлекать финансы. Вот наша позиция такова, чтобы это именно так регулировалось. голос. У нас были по этому поводу конкретные предложения относительно базового финансирования, но у властей есть свои версии по этому вопросу. Речь идет не об общей сумме, речь идет о большем финансировании за один голос. В сумме большее финансирование будет у одной большой партии. Но за каждый полученный голос должно быть больше финансирования у партии, которая получит больше результатов. Это будет более справедливо и это будет стимулировать новые идеи, чтобы из-за отсутствия финансов им не мешало бы доносить свои идеи до избирателей. Вы разделяете эту точку зрения? Такая запись существует и сегодня. Думаю, что это спорный вопрос. Конечно, для власти это будет спорным, поскольку они заявляют, что они победили и соответственно им нужно больше финансов. когда мы говорим о равных условиях, правильное мы не в том, у кого больше пожертвований. У правящей партии, конечно, больше. 10-12 раз больше, чем у остальных партий. На втором месте европейская Грузия, которая получила более миллиона Назари, а грузинская мечта потратила где-то 14 миллионов. Бюджетное финансирование неравномерно распространяется. Конечно, базовые финансирования одинаковые, но вопросы о фракциях и предпринимателях очень существенны. Малитическая партия, которая не смогла набрать одного процента, финансируется в большей мере, которая не смогла преодолеть 5-процентный барьер и потеряла члена в избирательной комиссии. Если мы скажем бизнесменам, что не несите туда больше денег, мы не можем это сделать, но поскольку расходуются деньги из нашего бюджета, из наших налогов, необходимо разумное расходование этих денег. Проект изменений представлен не только неправительственным сектором, но и центральной избирательной комиссии. Я коснусь вопроса относительно специального конверта, чтобы на следующих выборах его бы не существовало. Если мы перейдем на систему электронных подсчетов, вопрос будет решен, а если нет, то у конверта два назначения. Чтобы больше бюллетеней не попадало в избирательную урну, это и контролируется конвертом, и если все же попадет больше бюллетеней, то в этом случае упраздняется конверт, а не избирательный участок. Ведь кто-то может заинтересован, чтобы в урне оказалось больше бюллетеней, и это послушает поводом для фальсификации. В одном мы соглашаемся, и гражданский сектор, и избирательная комиссия, и политические партии, и парламент, что существующая ситуация нуждается в изменениях, по тем направлениям, о которых говорили мои коллеги. Очень коротко, Нелена, если вы можете что-то добавить, если мы что-то пропустим. Я бы добавил одну значительную тему относительно избирательных споров. Вы знаете, что на всех выборах, исходя из нарушений, появляются жалобы для пересмотра результатов на конкретных участках. Это бывает шумная тема, когда под сомнение ставятся результаты конкретного участка, в связи с определенными нарушениями. Речь идет не о технических нарушениях, а о серьезных. Исходя из нашего опыта, это касается областных комиссий, они избегают пересмотр документации и ограничиваются членами избирательной комиссии, написанными объяснениями, например, относительно того, что я был переутомлен и ошибся. Или, допустим, вместо 100 должно было быть записано 105. С опорой на такие документы принимают решение, что, конечно, неприемлемо, поскольку возникают вопросы в этой связи относительно результатов выборов. И это становится темой спекуляции. Поэтому мы рекомендуем, чтобы избирательным кодексом, в избирательном кодексе было расписано исправление каких-то данных, чтобы была бы возможна пересмотр этих данных и исключалась возможность дискреции, чтобы они по своему усмотрению принимали решение относительно того, раскрыть или нет документацию. Госпожа Елена, вы уже говорили, вы представили пакет изменений в парламенте. Как будут развиваться действия? Ожидается ли вы поддержку и возможно ли изменения уже в этом году на осенних выборах? Мы надеемся, что эти документы рассмотрят. Пока что рассмотрение этого вопроса не состоялось. Были инициативы со стороны ЦИК, которые были представлены в парламент и парламент обеспечил наше участие в этом вопросе в разработке пакетов и мы представили целый ряд рекомендаций большая часть которых разделялась. Что касается отдельной нашей инициативы, мы надеемся, что парламент вернется и рассмотрит. Быть может, они скажут, что осталось мало времени, что значительные изменения произойдут после того, как президент привит присягу, но мы надеемся, что это произойдет до президентских выборов. Большое спасибо, что вы участвовали в нашей дискуссии. Мы говорили о рекомендациях, которые неправительственные организации представили в целях получения избирательной среды и мы еще подготовим дискуссии по этим вопросам. Особенно важен вопрос финансирования партии и мы надеемся, что вы будете участниками нашей передачи в будущем. Мы попросим у зрителей, чтобы они отозвались на нашу передачу и поделились своими мнениями на нашей странице фейсбука. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин